Всем привет! Продолжаем познакомиться и интересоваться чем-то новым. Сегодня я немножко вам расскажу о Женевьеве Лантель. Судьба женщины. Ее настоящее имя Матильда Фасси. Родилась в Париже в 1883 году. И после развода родителей в 14 лет стала приманкой в борделе, которую содержала ее мамаша. Решив, что если уж быть проституткой того высочайшего класса, Матильда в 17 лет поступила на содержание Генри по отдаться банкира и владельца газеты Ле Матин. При помощи своих любовных кровителей, которых стало немало, Матильда обратилась к актерской карьере, выбрав в себе в качестве сценического псевдонима имя Женевьева и девичью фамилию матери Лантель. Надо отметить, что в некрологе Женевьева Лантель газеты Illustration потом написали Женевьевой. Ее мало кто звал. Друзья, знакомые клиенты называли ее Женетта. 1901 год, 31 октября, Женевьева Лантель дебютировала в театре. А уже в 1903 году поступила в Парижскую консерваторию изучать драму. Не прекращая при этом выступать на сцене парижских театров, став светской львицей и одной из самых богатых куртизанок Парижа. И уж точно самой востребованной на то время моделью для открытых модных журналов. В апреле 1905 года Женетта познакомилась с медиамагнатом и миллиардером Альфредом Эдвардсом, который на 4 года сделался одним из ее самых постоянных клиентов. В 1909 году, через 4 года, Альфред Эдвардс в очной раз развелся. А уже 5 июня 1909 года Женевьева Лантель стала его пятой супругой, не прекратив при этом заниматься своим любимым делом – проституцией. Только теперь уже не ради заработка, а для тела и души. В ночь с 24 на 25 июля 1911 года во время круиза по Рейну с мужем и друзьями на борту яхты Женевьева исчезла. По утверждению мужа он услышал за стеной вскрик. Пошел проверить, что случилось, но нашел лишь пустую каюту и распахнутое Насте шакно. На следующий день газеты Европы и России облетела эта невероятная новость. Знаменитая парижская актриса и куртизан Женевьева Лантель ушла из жизни в 28 лет. И виноват в этом конечно же ее эксцентричный муж миллиардер, убивший из ревности свою красавицу супругу. Официальное расследование пришло к вполне логичному заключению, что Женевьева напилась шампанского, присела на подоконник и через широкие иллюминаторы яхты выпала из окна и утонула. Друзья и близкие Жанет с этой версией были согласны с учетом замены шампанского на кокаин, которому Женевьева пристрастилась в последние годы. И вот как написали газеты, к трагической смерти славившейся своей красотой артистки Лантельм в замужестве Эдвардса. Мадемуазель Женевьева Лантельм выступала большей частью на сцене театра Вандервилл. Выйдя замуж за богача Альфреда Эдвардса, она часто совершала путешествия на роскошной собственной яхте. На днях после шумного вечера, устроенного на яхте во время прогулки по Рейну в каюте Лантельм, послышался необычный крик и когда взломали запертую дверь, никого там не нашли. Большое окно было открыто настежь. Очевидно, что владелица яхты погибла в Рейне. Вероятно, высунулась в окно, она упала во время припадок головокружения. Так было написано в газетах к трагической смерти, славившейся своей красотой артистке Лантель. Женевьева Лантельм сегодня считается одной из красивейших женщин прекрасной эпохи, условного обозначения периода европейской истории между последними десятилетиями 19 века и 1914 годом. Одной из красивейших женщин и самой красивой куртизанкой Парижа начала 20 века. Ну вот и все. Этот маленький рассказик я цитировал по тексту из живого журнала, автор с ником Уадам. Пока-пока. Сегодня мы немножко узнали о Матильде Фасси, биографии жизни, или как ее называли, Женевьева Лантельм. Одной из красивейших женщин прекрасной эпохи. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok